Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Процветок. С вами я, Пашкевич Анна, и в этом видео мы поговорим на такую тему, как паутинный клещ на огурцах. Как он себя проявляет, как необходимо предупреждать его развитие, распространение, и что же делать с теми растениями, которые уже, к сожалению, глубоко поразились этим насекомым. Первое и самое важное, это то, что паутинный клещ достаточно мелкое насекомое, буквально до 1 мм. И зачастую невооруженным глазом его крайне сложно заметить. Но по мере того, как он развивается на огурцах, а начинает он, как правило, всегда с нижних листьев, то на листьях, на растениях огурцов появляются сначала небольшие желтые пятна, которые затем увеличиваются в размерах. По мере того, как паутинный клещ поднимается из нижнего яруса листа по верхнему, выше и выше, он начинает формировать небольшие паутины у черешка листа. Поэтому ему и дали название паутинный клещ от слова паутина. Паутинный клещ относится к листососущим насекомым. Он высасывает сок из листьев, из стеблей, даже может высасывать его из плодов. Поэтому, когда происходит заражение этим насекомым, и если не предпринимать никаких действенных мер, то буквально за 1,5-2 месяца могут выпадать все посадки огурцов в вашей теплице. Паутинный клещ активно развивается при температуре воздуха, плюс 23, плюс 25, любит сухую, устойчивую, жаркую погоду и, соответственно, такую же температуру внутри теплицы. Эта насекомая не любит повышенную влажность. Если влажность в теплице порядка 80-90%, то скорость размножения этого насекомого снижается. За весь сезон одна самка может отложить большое количество яиц. В среднем ее яйцеклад за один день составляет порядка 80-100 яиц. И за 3-4 дня выходит новое поколение. И таких поколений от 10 до 12. Поэтому всегда необходимо предпринимать меры, потому чтобы его заметить вовремя и начать лечение. От того, какие действия предпринимать, все-таки будет зависеть то, насколько активно клещ расселился по вашей теплице. Если это начальная стадия расселения, то необходимо в первую очередь снизить азот на подкормке, потому что по каким-то причинам клещ любит именно вкус азота в листьях и сделать упор на калийные подкормки. Поскольку калийные, они невкусные. Листья обработаны, подкормлены калийными удобрениями. Но нельзя подкармливать калийные селитры, поскольку это азотное удобрение. Также в качестве профилактики и легкого лечения будет выступать повышение влажности. Можно расставлять ведра с водой, баки с водой, пропрыскивать, например, дорожки в вашей теплице. Но если же уже случилась беда, как вот в нашем случае, то необходимо прибегать к тяжелой артиллерии. Конечно же, это могут быть химические средства защиты. Но надо помнить, что у каждого средства защиты есть период выведения. И когда вы будете делать выбор в пользу того или иного препарата, переворачиваете упаковку, читаете, какой там срок выведения его из растения. Если мы говорим об октаре, то это будет порядка 21 дня, 3 недели. А это активное плодоношение огурца, 3 недели это очень большое время. Если мы будем работать по листу. Если мы будем выполнять обработку под корень, то там и все 60 дней. Поэтому необходимо в первую очередь выбирать химические препараты с коротким циклом выведения. Например, препаратами с коротким циклом выведения будут относиться Актелик, Фуфанон и Мавента. Также не стоит сбрасывать со счетов биологические средства защиты. Очень хорошо работает баковая смесь, состоящая из бетоксибацелина и фитоверма. По-другому фитоверм может быть зарегистрирован или называться как Актофит и Актоцит. Бетоксибацелин будет работать больше по взрослым насекомым, фитоверм будет работать по кладке. Поэтому, когда мы соединяем эти два препарата в баковые смеси и обрабатываем им наше поврежденное растение, то таким образом мы исключаем развитие насекомого от взрослого до маленького, как говорится. Также необходимо помнить, что как и обработка химическими препаратами, так и обработка и биологическими препаратами должна проводиться несколько раз в зависимости от степени поражения от 3 до 5. Если вы все-таки сделали выбор в пользу химических препаратов, то, пожалуйста, не обрабатывайте постоянно одним и тем же. К сожалению, у паутиного клеща вырабатывается приспособленческая реакция, и где-то к третьей, к четвертой обработке это насекомое уже не будет реагировать на один и тот же препарат. После того, как вы выполнили лечение, необходимо взять секатор, ножницы, нож, что-нибудь подходящее, и удалить поврежденные листья. Почему это нельзя делать до того, как вы начали обрабатывать растения? По простой причине, чтобы не разносить клеща. После того, как вы удалите все поврежденные листья, желательно выполнить обработку растения какими-нибудь антистрессовыми препаратами, например, растворами эпина, растворами на основе янтарной кислоты, набором микроэлементов в том числе. И если у вас, как в данном случае, огурцы выращиваются на шпалерной основе, приопустить шпалеру, нижнюю часть стебля присыпать гумусом, компостом, почвой, и ждать, что где-то к концу второй недели растение восстановится, пустят новые листья и продолжится урожай. Для того, чтобы обработать поврежденные растения, я взяла 100 мл бетоксибацилина, 100 мл фитоверма, на бачок 10 литров, добавила туда 15 г комплекса микроэлементов, в моем случае это брексилмикс, микроэлементы, они в данном случае будут одновременно повышать стрессоустойчивость растения, и буду вести обработку по листу. Необходимо помнить, что клещ развивается в первую очередь на нижних листьях, и особенно он находится на нижней части листа. Поэтому нам необходимо вести обработку не только по листовой поверхности, по верху, но и поворачивать лист и вести обработку снизу. После того, как вы выполнили свою третью-пятую обработку в виде лечения, необходимо, конечно же, удалить листья. И не обязательно их вынести с участка. Ну, не забываем опустить растение вниз, для того, чтобы освободившийся стебель присыпать землей или компостом. На этом мое небольшое видео подходит к концу. В комментариях не забывайте писать о том, как вы обнаруживаете клеща и какие меры борьбы предпринимаете у себя в теплице, не забывайте ставить лайки и подписываться на канал Процветок. Всего вам доброго и хороших урожаев!